В настоящее время у Кустанайских сельхозтоваропроизводителей складывается проблема по субсидированию комбикормов в животноводстве. Раньше приобретение комбикормов субсидировалось, но в действующих правилах таких субсидий исключили. А для региона вопрос актуален. В некоторых районах имеется дефицит пастбищных угодий. А чтобы увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции, молочным фермам важен именно качественный корм, подчеркивают животноводы. Вопрос сегодня возникает в том, что субсидирование комбикормов в нынешних новых субсидиях не предусмотрено. Поэтому мы бы попросили вас, чтобы вы тоже содействовали в поддержке комбикорма. В том году около 6 тысяч тонн по области комбикорма были реализованы. Поэтому это будет хорошая, сильная поддержка. Еще одну проблему подняли кустанайские бизнесмены на заседании регионального совета Палаты предпринимателей. С 1 января 2019 года меняются правила субсидирования развития семеноводства, из которых следует, что за семена, приобретенные в 4 квартале 2018 года, выплаты аграриям производиться не будут. Мы не можем планировать свою деятельность, когда каждый раз они меняются. И второй вопрос – это также возмещение затрат на покупку семян элиты и первой репродукции. Соответствующие правила вышли. Они вступают в силу только с 1 января 2019 года. А в основном хозяйство закупает семена, заготавливает в 4 квартале. Они, естественно, дешевле и выгоднее, и договора, и все прочее, прочее. А вот 4 квартал как раз не входит. И оплата идет только с 1 января. Это вообще казус. Я не знаю, вот эти правила, мне кажется, иногда составляют люди, которые далеки от сельского хозяйства. По этим вопросам в Палату предпринимателей Кустанайской области обратились письмами ряд хозяйств. Эти обращения отправлены в Национальную палату в Астану. Кустанайские бизнесмены надеются, что их просьбы будут услышаны. Хамзан Урписов, Татьяна Калюжная, Рослава Богатырева, РТН.